Здравствуйте! В эфире медиакомпания 39 канал, городские подробности и программа для тех, кто желает быть в курсе местной жизни. Сегодня вы узнаете в нашей программе о строительстве Крещенского парка, о том, как губернатор объяснил, почему подорожал отдых на курортах Краснодарского края, об успешном выступлении анапского танцевального коллектива в Сочи и не только. В Анапе идет активное строительство Крещенского парка. Сейчас на территории будущей достопримечательности курорта строят тропу истории Крещения Руси. Купель в форме креста, амфитеатр для церковного хора, звонницу. Одновременно озеленяют территорию. Здесь же будет создан фонтан, освещение по периметру, система автоматического полива, самая большая в Анапе детская площадка. Уже сейчас можно сказать, что парк Крещения Руси станет для Анапы еще одним востребованным туристическим объектом. Сюда будут приезжать паломники не только из нашего края, но и со всей России. Епископ Феогноз подчеркнул, что парк будет в доступной и интересной форме знакомить всех своих посетителей с историей православия и Крещения Руси, привлекать в храмы новых прихожан. Губернатор Вениамин Кондратьев объяснил, почему подорожал отдых на курортах Краснодарского края. Цены в отелях поднялись от 5 до 15%. Курорты Краснодарского края пользуются популярностью как у российских туристов, так и у гостей из-за рубежа. Каждый год они принимают более 17 миллионов отдыхающих. Специалисты прогнозируют, что этот год не станет исключением. Власти края рассчитывают, что в 2023 году кубанские курорты посетят не менее 17 миллионов туристов, из которых порядка 9 миллионов приедут отдыхать в летний период. Сегодня наши курорты на первом месте в России по уровню бронирования. Сейчас объемы продаж уже на треть опережают прошлогодние. Черноморское побережье июнь-август забронировано на 52%, Азовское на 20%. Самые популярные города – традиционно Сочи, Анапа и Геленджик. Влиять на ценовую политику мы можем, только создавая здоровую конкуренцию в системе турбизнеса. Наша задача – обеспечить условия для бизнеса, строить отели и комплексно развивать наши курорты. Заключил Вениамин Кондратьев. В Анапе грабители вынесли из частного дома 700 тысяч рублей. 20-летние, 32-летние местные жители обокрали женщину из станицы Благовещенская. Она обратилась в полицию. Сотрудники правоохранительных органов установили личность и местонахождение подозреваемых. Мужчины находились на съемной квартире в Москве. Их доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Об этом сообщили в отделе МВД России по городу-курорту Анапа. Полицейские установили, что один из мужчин был знаком с женщиной и знал о хранившихся у нее деньгах. Грабители приехали к дому заявительницы, где 32-летний подозреваемый остался наблюдать, а его сообщник зашел в дом и украл деньги. После этого мужчины поймали попутку и уехали. На данный момент им грозит до 7 лет лишения свободы. А я напоминаю, что партнер выпуска новостей – оптово-розничный комплекс «Фермерский двор». Оптово-розничный склад «Фермерский двор» – это новый уровень комфорта для покупателей. Огромный ассортимент продуктов питания, отличные цены, всегда свежая продукция, большой выбор фермерской домашней продукции, прекрасные мясные и рыбные отделы, овощи и фрукты – оптом и в розницу. Восточные сладости, саженцы, хозяйственные товары и многое-многое другое ждет вас на Астраханской 104. 22 апреля в рамках общероссийского субботника планируется организовать уборку многокилометровой витязевской косе турецкого пластика «Выброшенного шторма». Планируется привлечь общественников, молодежь, сотрудников мэрии и ТОСовцев. Необходимо собрать и рассортировать пластик. Помощь в этом окажет специализированная общественная организация. Для участников будут организованы полевая кухня и чай. Приглашаем принять участие всех желающих в этом мероприятии. Я напоминаю, что партнер выпуска – ресторан «Отель Беладжо». Все лучшее в одном месте – ресторанно-гостиничный комплекс «Беладжо». К вашим услугам – роскошный банкетный зал на 240 человек. Европейская и кавказская кухни, радушие и гостеприимство – все это ждет вас в Беладжо. Беладжо – это место, куда хочется возвращаться вновь и вновь. Анапа, улица Ленина, 216. Анапская студия «Стардэнс» стала лучшей на международном конкурсе искусства и творчества «Морское сияние». Мероприятие прошло в Сочи и собрало большое количество талантливых участников с разных городов России. Два конкурсных дня и награждения, где было более полутора тысяч участников, а также великолепные номера, которые были представлены на конкурсе. Студия танца «Стардэнс» под руководством Олеси Губерштро привезла в Сочи 17 номеров – 7 командных и 10 сольных. А увезла домой 10 лауреатов первой степени, 6 лауреатов второй степени и самый огромный кубок – главный приз – гран-при конкурса. И как сказала руководитель коллектива, мы не просто привезли в Анапу награду, которой гордимся, а эмоции, которые навсегда останутся в наших сердцах. И я напоминаю, что партнер выпуска – детский развлекательный центр «Акуна Матата». «Акуна Матата» Далее прогноз погоды. В пятницу, 21 апреля, ожидается переменная облачность, температура воздуха днем плюс 12 градусов, влажность воздуха – 68%. А вот ветер подует северо-восточный со скоростью до 11 метров в секунду, возможны осадки, температура воздуха ночью плюс 10 градусов. Это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Все новости и передачи 39-го канала вы можете найти на сайте anapanews.com. Новости, актуальные информации, события и факты – все это на сайте anapanews.com. А я прощаюсь с вами и желаю вам хорошего настроения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова